День энергетика Здоровья и всего наилучшего в новом году Как встречают праздник в Бобруйске Игра на доверие Мошенники воруют аккаунты Вайбер Не переходите по сторонним ссылкам С неизвестных номеров Промокод или ловушка Бой часов раздаться вскоре В городе начнут работать Елочные базары Выбор будет большой Представлены будут деревья в карте Почем букет хвойных лапок А также силовой блок Космический маршрут И праздничный стол Премьеру белорусско-российского фильма Оливье покажут 29 декабря Какой секрет, та и добрая комедия Хочешь мира, готовься к войне Президент провел совещание С военным и силовым блоком страны Александр Лукашенко Сразу начал с ответа на домыслы О военных маневрах в Беларуси Они касаются в первую очередь Развертывания на нашей территории Региональной группировки войск Союзного государства Российские войска и техника Прибывали еще с осени Позиция Минска неизменна Это реакция на провокации У наших границ со стороны НАТО Подготовку диверсионных отрядов А также возможное нанесение удара По Беларуси Которым периодически угрожают оппоненты Мы не можем исключать Что против нашей страны Может быть развернута агрессия По крайней мере Такую готовность со стороны Наших соседей Мы видим Знаем, кто подталкивает В спину, не то в другую точку Тело этих самых соседей Для того, чтобы они создавали Напряженность на наших границ Поэтому мною было принято решение Провести проверку сил немедленного реагирования Чтобы наше общество понимало Что у нас в армии есть силы Так называемого мгновенного реагирования Если вдруг что-то неожиданно То эти силы за определенный промежуток времени Поднимаются по тревоге И направляются в ту точку Где существует напряжение По словам главы государства Испытаны два направления Западное и северо-западное В случае агрессии Будет достойный отпор Проверена также система реагирования На акты терроризма И деятельность незаконных вооруженных формирований Пар на вес с золотом Беларусь отмечает день энергетика Стратегически важная для экономики Отрасли набирает обороты Первый блок БелАЭС Уже выработал почти 10,5 миллиардов Киловатт-часов электроэнергии Запуск второго запланирован На начало следующего года Между тем развиваются и ТЭЦ С подробностями Татьяна Горбач Есть в календаре профессиональных праздников Дата, которая, возможно, теряется В предновогодней суете Тем не менее, от специалистов Именно этой сферы Во многом зависит не только наше настроение Но и жизнь Для того, чтобы тепло и электричество Дошли до наших квартир и промышленных предприятий Сотрудники ТЭЦ-2 Не останавливают работу Ни на секунду Мощность нашей станции 180 мегаватт Это потребление примерно 20 миллионов Современных электрических лампочек На сегодняшний день Нагрузка нашей станции для котлов Составляет 750 тонн в час пара Пар мы вырабатываем с давлением 14 мегапаскалей И температурой 550 градусов Цельсия Это достаточно высокие параметры Дальше этот пар идет на турбину Где вырабатывают электроэнергию Сейчас нагрузка порядка 120 мегаватт ТЭЦ-2 – крупнейший теплоисточник города И Бобруйского района Среди его основных производственных потребителей Бобруйско-Громаж, Беларусь-Резинотехника Кожевинный комбинат Заводы КПД и биотехнологий Для повышения надежности Обеспечения тепловой и электроэнергией Здесь постоянно проводится модернизация Она направлена на автоматизацию И эффективную работу оборудования В ближайших планах Замена первого турбоагрегата На новый, экономичный В этом году мы произвели капитальный ремонт Котла номер 4 Который позволит обеспечить нам Более надежную работу данного оборудования Повысит его энергоэффективность и экономичность Мы произвели модернизацию тяга дутьевых механизмов Парового котла номер 3 Что позволило нам снизить их энергопотребление И также увеличить их регулируемые пределы Устранить неисправность в кратчайшие сроки На земле и на высоте При любых обстоятельствах и погодных условиях Так работают сотрудники Бобруйских электрических сетей Круглосуточно, выходные и праздники Они обеспечивают энергией весь город В этом цеху изготавливают и ремонтируют Электрооборудование и металлоконструкции Настоящим мастерам своего дела С золотыми руками Под силу решения проблем любой сложности Работу энергетиков сложно переоценить Так как от энергоснабжения Жилых домов, предприятий Зависит практически все То есть от лампочки в подъезде До работы холодильников До работы любых насосных станций Это и водообеспечение, это и теплоснабжение Фактически жизнеобеспечение полностью человек Предприятие обслуживает 56 подстанций Общей мощностью более 1745 вольт ампер И 2570 трансформаторных Протяженность воздушных линий электропередач Свыше 9,5 тысяч километров Самые энергоемкие потребители Белшина, Беларусь-резинотехника Осиповический завод автомобильных агрегатов БЗТДИА, ТАИМ, Мясокомбинат Плюс десятки других промышленных гигантов И крупных животноводческих комплексов Данный год для нас был непростым Но тем не менее Все поставленные задачи мы по данному году выполнили Расчищено порядка 900 километров просек Отремонтировано порядка 1000 километров линий 10,04 кВт 200 километров линий основной сети То есть все доведенные показатели нами выполнены Поздравляю с Днем энергетика всех работников отрасли Отдельное спасибо ветеранам Всем безаварийной и безопасной работы Крепкого здоровья И всего наилучшего в новом году В профессиональный праздник людей труда Чествует руководство города Не обходится без наград Грамотам и благодарностям нет числа Энергетика призвания, которая объединяет тех На кого всегда можно положиться Специалистов надежных, умелых и ответственных Тех, кто принимает верные решения В самых непростых ситуациях В режиме 24 на 7 Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360 Вирусный промокод Мошенники теперь воруют аккаунты Вайбер В мессенджере потерпевшим приходит уведомление Получи купон от 10 до 50 рублей в онлайн-гипермаркете Для этого нужно перейти по ссылке и ввести свой телефон Далее поступает код Пользователь вводит его После чего злоумышленники получают доступ к аккаунту И деактивируют его на устройстве жертвы Затем кибермошенники звонят белорусам с украденных номеров И под различными предлогами уговаривают оформить на свое имя кредит Чтобы не стать жертвой кибермошенников Ни в коем случае не передавайте свои паспортные данные, банковские реквизиты третьим лицам Не предоставляйте одноразовые смс-коды Не переходите по сторонним ссылкам с неизвестных номеров Только в Бобруйске за 11 месяцев зарегистрировано 140 киберпреступлений С начала декабря уже больше 10 Общая сумма ущерба свыше 1300 рублей Продленный без виз, массовый выпуск и научная программа Первым космонавтом от Беларуси станет девушка Когда запланирован полет Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Президент поддержал предложение о продлении без виза для жителей Литвы, Латвии и Польши на 2023 Иностранцы и дальше без проблем смогут приезжать в нашу страну Встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и другие услуги За период действия безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тысяч граждан Евросоюза Горизонт начал массовый выпуск и продажу ноутбуков Аппаратная основа разработана на процессорах Intel 11-го поколения Что обеспечивает высокую производительность Компьютер отлично подходит как для офисной и домашней работы Так и для задачи высокой системной нагрузки При этом сохраняя исключительную автономность Первым космонавтом от суверенной Беларуси будет девушка Она и еще 5 человек уже прибыли в российский центр подготовки Там и ждет медицинский отбор Возраст участников от 22 до 30 В итоге останется двое Основной кандидат и дублер Затем полугодовая подготовка На орбите необходимо выполнить целевую научную программу Минздрав утвердил график до медучреждений 25 декабря, 1 и 7 января больницы и поликлиники будут функционировать как в праздничный день 31 числа по распорядку субботы А второго как выходной Этот период обеспечит усиленный режим работы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций Премьеру фильма «Оливье» покажут в кинотеатрах страны 29 декабря Это совместный проект киностудии «Беларусьфильм» и «Раша Ворлд Вижн» Съемки проходили сразу в двух столицах Помимо сцен застолья и разговоров В картине будут специальные вставки в жанре стендапа Новогодняя история об обычной семье Которая собралась вместе, чтобы встретить праздники Понравится всем любителям добрых комедий Время доставать гирлянды В Бобруйске начнут работать елочные базары Старт продаж в пятницу Цены по сравнению с прошлым годом изменятся несущественно Все зависит от вида и высоты Например, стоимость елей будет варьироваться от 9 до 30 рублей Можно приобрести и деревья в катках За два метра попросят 27 рублей К тому же появятся и новогодние букеты за 7,50 В этом году Бобруйский лесхоз планирует реализовать Более полутора тысячи деревьев новогодних Выбор будет большой Представлены будут деревья в катках Уникальность таких деревьев в том, что их можно сохранить До самой весны на даче или на балконе И в период акций недели леса Можно будет высадить в ближайшем лесничестве Купить главный атрибут нового года Можно на социалистическое у входа на рынок Минска 54, интернациональный 22 Всего 9 адресов Время работы с 10 до 19 От достигнутых целей к новым горизонтам Бобруйский завод ТДИА стал лауреатом Международной бизнес-премии Лидер года 2022 За выпуск конкурентоспособной продукции Развитие экспортного потенциала И высокую культуру управления Второго диплома удостоен малогабаритный трактор Беларусь-622 Отчасти большого целого Карина Гуревич Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов Расширяет производственную линейку Навесной снегоочистители способны убрать До 300 кубометров осадков за час Ширина захвата – полтора метра Пока это только разработка Опытный образец изготовят уже в январе Здесь планируют производить Около 200 единиц в год Потенциальные покупатели Коммунальные предприятия Беларуси и России Аналоги данного снегоочистителя В Беларуси отсутствуют Уникальность данного снегоочистителя – это упрощенность работы оператора Достаточно управления гидросистемой, чтобы повернуть направление выброса снега Либо влево, либо вправо до угла 90 градусов Более 20 моделей тракторов И полторы тысячи уникальных деталей Такой минимум для себя Определяет предприятие Каждый механизм доведен до идеала А классические черно-красные цвета Гордо заявляют о бессомненном качестве В этом году специалисты Выпустили порядка 2000 единиц техники Производственные мощности Загруженные практически полностью По всем областным городам Видна наша техника На этой деятельности непосредственно мы начали заниматься В 2007 году После передачи Минским тракторным заводам Лицензионной сборки на малогабаритную технику Мощностью 36 до 62 лошадиных сил Выпуск конкурентоспособной продукции Экспортный потенциал И высокая культура управления Достойные показатели Которые отметили организаторы Международной бизнес-премии Лидер года 2022 Благодаря труду 2500 преданных сотрудников Предприятие стало лауреатом В номинации производства Сельскохозяйственной техники Отдельно, конечно, хочется отметить Выпуск колесной продукции В этом году мы достаточно широко И глубоко продвинулись в ее производстве Во-первых, у нас увеличилась номенклатура Во-вторых, рынки сбыта В первую очередь, это производители Сельхозтехники Прицепного и навесного оборудования В приоритете завода Повышение эффективности Совершенствование технологии Внедрение инноваций И освоение новых рынков сбыта Второго диплома удостоен Малогабаритный трактор Изначально модель создавалась Под иностранного покупателя Учитывая требования времени Предприятие сделало ставку На импортозамещение И не прогадало Беларусь 622 Настоящая находка Несмотря на небольшие габариты Трактору под силу Уборка урожая Обработка земли Сбор мусора И перевозка грузов Под капотом 62,5 лошадиных силы Технику можно увидеть На полях стран СНГ ЕС Африки И Азии Техника пользуется Повышенным спросом Как на внутреннем рынке Так и в странах Ближнего и дальнего зарубежья Среднемесячная сумма Экспортного портфеля 3,5 миллиона долларов География поставок 66 государств мира Основной партнер Уже на протяжении многих лет Россия На нее приходится Около 65% продукции Кроме того Предприятие Из года в год Завоевывает звание Лучшие товары Белоруссии А главными приоритетами Были и остаются Профессиональный подход И бессомненное качество Карина Гуревич Максим Галенка Бобруйск 360 Частичка божьего света В Бобруйск прибыл Вифлеемский огонь мира Лампаду, зажженную в базилике Рождества Христова Вифлееме Доставили в костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии После праздничного Богослужения Все желающие Независимо от конфессии Могут зажечь От нее свечу Пламя символизирует Рождение Спасителя Покой, надежду И единство До Рождества Вифлеемский огонь Доставят во все Регионы Беларуси Планируется, что Маршрут путешествия По нашей стране Составит около 6 тысяч километров В костеле Святыня Пробудет до 6 января Затем Лампаду передадут Православным верующим Это все из событий К этой минуте Смотрите нас в интернете И в соцсетях Мы в эфире Каждый будний вечер Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова